Всем большой привет! Сегодня я хотела вам показать развивающую детскую книжку для девочек. Выполнена она из фетра. Это полностью ручная работа. Тематика данной книжки это жизнь двух куколок, которые входят в этот комплект. Здесь всего 7 страниц и на каждой из страничек сшита специальная локация. Об этом обо всем поподробнее. Сбоку есть вот такие пуговички. Они просто пришиты, чтобы развивать мелкую моторику. Открывается с помощью вот таких застежек и далее на каждой страничке есть вот такая комнатка. Ну а теперь поподробнее остановлюсь на каждой локации. Здесь все мелкие детали активны, то есть их можно потрогать, вытащить, как-то поменять местами. За исключением только диван, кресло, камин и тумбочка. Эти предметы статичные. Вся книжка полностью направлена на развитие мелкой моторики и фантазии у ребенка. Вот такие две милые подружки живут в этом домике. Вся одежда у них снимается. Они не однослойные, специально сшиты потолще, чтобы не ломались в процессе игры и подольше служили. На деталях мебели, где это возможно, куколок можно посадить. Сейчас здесь представлен новый год, то есть стоит елка, каждый шарик у которой снимается. Ну а если заканчивается зима, то можно поставить вот такой букет, который также можно снять. То есть сзади на каждой детали пришита липучка. Сейчас здесь представлен новый год, поэтому весим вот такие два носочка на камин. Под елочкой стоят две подарочные коробочки, можно тоже сюда что-то положить. Теперь покажу подетальнее, что здесь находится поближе к книжечке. Каждая полочка здесь функционирует. А если хочется переключить телевизор, то можно поменять картинку. Торшер здесь также можно включить и выключить, потянув за вот эти бусинки. И у телевизора такой импровизированный пульт, где можно изучать цифры с ребенком. Все шарики на елочке снимаются и их можно обратно прилепить, так как они на липучке. Помимо этого есть еще для елки и гирлянда, которая также отсоединяется и обратно присоединяется. Следующая комната это у нас кухня. Здесь тоже очень много предметов. Куколок можно посадить за стол. И посмотрите, что здесь есть в каждом шкафчике. Все дверцы у шкафчиков открываются и закрываются при помощи бусинки и резинки. Можно также насервировать стол. Есть для этого различные предметы. Например, сейчас это чайник и две чашечки. Но если открыть холодильник, то можно найти еще много различной еды. Все полочки также функционируют. Здесь есть даже для домашнего животного мисочка. Все мелкие детали здесь с обратной стороны имеют липучку. И если куда-то нужно переместить этот предмет, то нужно найти то место на поле, где также есть липучка. Здесь даже есть глазунья, которая уже сервирована по тарелочкам. Но в холодильнике есть еще и просто глазунья, например, чтобы пожарить ее на сковородке. Есть и коктейли, и какие-то фрукты, овощи. Все очень легко снимается, убирается на место. А здесь над холодильником есть даже микроволновая печь, где что-то сейчас разогревается. Также есть две прихватки, сковородка, в которую можно поставить что-то. Все здесь зависит от фантазии ребенка. Можно еще придумать различные какие-либо ингредиенты. К этому ко всему пришить липучку. И также можно будет подавать на стол. Из крана здесь льется вода. Это целлофановый пакетик. Ну и сверху вот такой ящичек. На стеллаже есть и запасы продовольственные. Это макароны, горох и различного вида крупы. В этих баночках, например, бисер красный и желтый. Перелистываем в следующую комнату. Это спальня. Сейчас здесь у нас установлена ночь. Есть у девочек домашние животные. Это две кошки и собака. Мисочка у нас для них есть на кухне. А здесь один лежак. И остальных два животных можно положить куда угодно. Они также на липучке. Все кроватки здесь функционируют. То есть можно подушечки дополнительные поставить. Под одеялко положить куколок. И если ночь заканчивается, то можно поставить другую картинку. И будет день. В этой детской комнате очень много игрушек, книжки. Также есть ночник, который функционирует. Маленькую книжечку даже можно посмотреть ребенку и запомнить. Какие есть, например, цвета или фигуры. Собаку с кошками можно переносить в любую комнату. В принципе, так можно поступить с любым предметом. Не обязательно привязывать его как-то к одной локации. Если этот предмет не пришит к основному полотну, то его можно смело брать с собой в любую комнату. Здесь есть большой шкаф, где также сшита одежда для них. Так как они две сестрички, то и одежда у них дублируется. Но цвета разные. Сейчас я вам покажу, какие здесь есть платья. Вся одежда с обратной стороны имеет липучку, которая хорошо приклеивается как к самой кукле, так и к шкафу. Ничего не потеряется, потому что липучка очень хорошо сцепляется именно с фетром. Вещи для куколок можно сшить и в процессе уже существования этой книжки у ребенка. Здесь все зависит от фантазии. Следующая комната это у нас ванная. Здесь есть два полотенца для каждой куколки. Обязательно есть порошок для стирки и кондиционер для белья. Так как здесь есть стиральная машина, куда можно что-то положить и такая импровизация стирки. На доске для глажения можно погладить вещи после того, как они просохли. Вот таким образом. Здесь также идет импровизация розетки. То есть нужно сначала включить прибор в сеть, а затем он уже начнет работать. А здесь вот как раз сохнет белье после стирки. За шторкой для душа у нас прячется ванная. Шторку можно отодвигать, можно просто запрокинуть. В общем, кому как удобно. Воду можно включить с помощью вот таких двух пуговичек. И набирается вода. Здесь есть и шампунь, и бальзам-кондиционер. Также есть мыло и мочалка. Для зубов здесь есть и две зубные щетки, и зубная паста. Также есть расческа. Все, когда девчонки помылись, воду мы спускаем, шторку поправляем. Показываю вам детально, как выглядят все эти предметы. Полочки здесь также функционируют. Можно поставить, что-то еще добавить. В машинку можно положить какую-либо одежду, которую я только что показывала. Есть корзина для грязного белья. Реалистичный унитаз. Открывается у него крышка. Ну и вот эти предметы мелкие. Это утюг, фен, который есть с такой кнопочкой. Это импровизация розетки. Дальше девочки отправляются у нас в парк на прогулку. Здесь много тактильных элементов. Это, например, деревья. Различные ягоды на них растут. И внизу можно потрогать также бабочки, цветочки. Девчонок мы посадим на качель. Вот так они качаются. Это все убираются. Тучки, солнышко, радуга. Можно прокатиться с горки, либо покачаться на качелях. Также этот вариант подходит и для куклы, если взять ее из спальни. Здесь есть еще колясочка, также для куколок, куда она очень хорошо входит. Есть такой самокат и в песочнице, как полагается, две лопатки, ведерко и машинка. Следующая страничка это такое мини-путешествие. А здесь есть шар, в котором девчонки могут летать. Как у настоящего воздушного шара, есть грузики-мешочки. Приделываются они на крючочки. Просто есть кармашек. Можно поучиться открывать и закрывать молнию. Санки, куда также входит кукла. Можно пособирать снеговика. Это тоже обучающий момент. То есть ребенок понимает, какой кружок побольше, поменьше, самый большой. Для снеговика есть несколько голов с разными шапочками. Тоже можно изучать так цвета. На одном дереве сидят снегири, а на другом синичке тоже ребенок, чтобы отличал. Одних птиц от других. Последняя страничка это спортивный зал. А здесь есть импровизация и шкафчиков для раздевалки. У девчонок здесь лежат спортивные купальники. Третий шкафчик просто пустой. Есть канат, который открепляется при помощи карабина. Различный спортивный инвентарь в виде козла, например, батута. Какие-либо турники, куда также можно куколку поставить. А на соседней страничке это больше зал такой для танцев, школа балета, где они стоят у станка и смотрят на себя в зеркало. КОНЕЦ КОНЕЦ На этом книжка заканчивается и с обратной стороны сделан такой специально большой карман, чтобы можно было сложить все съемные детали, которые не нужны в процессе игры, чтобы они не потерялись.